Извините, да, я начала драку Прошел через всю раздевалку, встал со своего места, дошел до меня, схватил меня за уст Потому что мы действительно были люди, которые никогда не задумывались, что за это будет, а тем более сколько будет Добрый день! Мы приехали на открытый конькобежный стадион имени олимпийского чемпиона Бориса Шилкова Здесь нас ждет в гости Екатерина Абрамова, бронзовый призер Турина в командной гонке Эта дисциплина только дебютировала в 2006 году на Олимпиадах, и наша сборная сразу завевала медаль Пойдемте узнаем все подробности Сколько лет вы уже здесь директорствуете? С 2015 года, да, мы имели удовольствие, наконец-таки в Санкт-Петербурге построили нам этот каток Мы запустились, и вот в 2015 году А до этого что вы делали, тренером или? До этого я была мамой Хорошо, сколько человек у вас подчинений? Всего здесь на объекте получается, у нас небольшой коллектив, нас 46 человек Хватает, да? Вполне, потому что каток сам по себе не такой большой, да, основную массу занимают все-таки те люди, которые занимаются заливкой льда, подготовкой льда То есть их работа здесь основная Мой рабочий день длится с 12 часов до 10 вечера 12 до 10 вечера Так, я специально спросил, потому что вы мама пятерых детей, а куда дети-то одеваются? Дети, ну слава богу, бабушки у нас в добром здравии помогают, спасибо им большое за это, потому что без бабушек не справиться Няни, кувернеры, как у Симаков? Нет, нет, все гораздо проще, садики и школы Ага, ну нянь не нанимали? Не нанимала А почему вы против этого? Ну поймите одно, что няня это человек, которому ты должен доверять, прям вот вообще закрыть глаза и довериться полностью И доверить не себя, а своих детей Вы так не можете? Я, может быть, и смогла бы так, если бы мне такой человек попался За 10 детей дают звание мать-геройня, 5, мать-пятерых как-то называют? Нет По-красивому? Нет, никак Ну а какие-то льготы большие положены? Не больше, чем тому, у кого трое детей Да? Даже так? Почему? Ну, пока государство нас вот так оценивает А следующая ступень какая-то, 7 детей? В Санкт-Петербурге, да, когда 7 детей в семье, тогда дают автомобиль Вот так даже? Да, раньше было, когда 5 рождают в семье, 5 родителей, тогда «Газели», кажется, давали У вас есть автомобиль? У нас есть автомобиль То есть для вас это не стимул? Нет, это не стимул Ну, мы бы, допустим, не отказались, потому что я, честно говоря, с точки зрения больших семей, рассуждая уже, да, нам повезло, что у нас большой автомобиль, это чисто стечение обстоятельств Он появился у нас еще задолго, как у нас их стало пятеро, да, пятеро детей, два родителя, это 7 человек В обычный автомобиль не влезешь, но наше государство посчитало, что... Это да, я понимаю, у меня двое детей, уже стандартное такси, мы не влезаем Покажите, я не вижу, где ваша бронзовая медаль Турина Бронзовая медаль Турина хранится в другом месте Дома, в сейфе? Все дома, ну не в сейфе, убрано так, чтобы было возможно достать, потому что к детям часто приходят в гости друзья Не боитесь, что он мокнут? Ну все-таки, знаете, разные бывают Бывают разные, но да как, как, не спрячешь, потому что люди, особенно дети, они же хотят это посмотреть, они хотят к этому прикоснуться, да, ну нельзя же это спрятать в сейф и просто не показывать там фотографию, да, вот посмотрите, потому что это ощущение, медаль тяжелая, сама себе по весу, да, мало того, что производит впечатление, что это олимпийская медаль, там все ленточки, когда они ее берут в руки, это вес, потому что она весит, если я не ошибаюсь, 300 грамм И это ощутимо Ну это, да, вот вы берете обычную медаль, вот такая плоская, которая на всех соревнованиях дает, ну она практически ничего не весит, да, и когда вы берете в руку медаль, в руке медаль, вот эта турина, которая весит 300 грамм, мы сами были в шоке, когда нам их повесили на шею Тяжелая, да? Да, мы не ожидали этого веса, так даже немножко наклонились, поэтому для детей, для всех наших гостей, родственников, кто вот еще не видел, кто приходит, новые наши друзья, семьи какие-то, конечно, мы показываем, ну а зачем это прятать-то? Всех, всем олимпийским призерам, чемпионам, сдаю один и тот же вопрос, к вам приценились к вашей медали, предлагали ее продать? Очень глупое предложение А 7 миллионов предложили? Да ну нет, вы поймите, это не стоит никаких денег, это отдано 20 лет жизни, пропущено все, что можно, все развлечения, все гулянки, да, и все дни рождения друзей Ваши подруги шли на гулянки, а вы шли на каток Конечно, и как это можно оценить, ну в какой-то миллион, это бесценно вообще, в принципе, любая цифра, которая будет названа, она, ну ничего общего не имеет Сейчас захотелось сорваться, что называется, бросить тренировку На удивление нет Нет, да, почему? Ну вы поймите, вот когда ребенок начинает ходить на тренировки, он что, ходит? Он же не пришел, говорит, я должен обязательно прийти, потому что я буду олимпийским чемпионом Ну это глупость, в 10 лет дети так не говорят, да? В 10 лет дети зачем ходят? Они ходят, у них друзья, у них веселая тренировка, у них там активные подвижные игры Это вы знаете, какой вид спорта? Дети, которые идут в футбол, говорят, мы хотим быть такие, как Дзюба и зарабатывают столько денег Возможно, но так вы понимаете, родители, наверное, может быть, настраивают их так, что они должны зарабатывать, это какие-то дорогостоящие виды спорта, где-то себе обеспечить жизнь Но конькобежный спорт, это не то, это именно родители приводят, что детей, аргументы главные, дети на свежем воздухе, конькобежный спорт бесплатный Когда мне было 10 лет, это был какой год, совсем не такой, как сейчас, и не было, так что все платно А сейчас у вас, если привезти ребенка к вам заниматься, это очень дорого, да? Ну, как таково, у нас тренеров нет, у нас только платные именно услуги, и то они, честно говоря, стоят просто по-божески Если вы начнете сравнивать с хоккеем или с фигурным катанием, вы очень сильно рассмеетесь, да? А у вас-то вот эта запись бронзового забега осталась? Она осталась, но она осталась в виде, была записана еще на видео, это что такие камни, вот такие были кассеты, вот такие кассетные варианты Наверное, можно, но я этим еще не задалась, то есть где-то лежит эта кассета Это же командная гонка дебютировала в Турине, была первая, соответственно, российская медаль Правда, что особых надежд в личных гонках не было, поэтому натаскивали именно вашу четверку на командную гонку Не было, и не было надежд, но, честно говоря, мы и, когда вот это все решалось, да, можно было там встать в пост, сказать, я спортсмен, я все равно хочу там себе что-то доказать Но обсудив все за и против, мы, конечно, понимали, что, ну, максимум 10 место, вот как у меня получилось на 1000 метров, я стала 10 Ну, это неплохо для спортсмена, да, впервые приехали на Олимпийский, но это не медаль Поэтому мы, в принципе, все обсудили с тренером всей команды, мы сказали, что да, мы пропускаем какие-то свои дисциплины, на которых мы действительно там могли бы за десятку бороться Ради именно командной гонки, потому что уже на протяжении сезона стало понятно, что, ну, мы конкурентоспособны, мы стоем на пьедестала от кубка к кубку, ну, поэтому ставку, конечно, сделали Командная гонка, возможная медаль, за медаль возможны, невозможные, а реальные призовые, там, деньги, машины За попадание в команду была, вот, серьезная конкуренция, никого не пытались пропихнуть по блату, знаете, как бывает? В Турине нет, такая ситуация была в Ванкувере, она случилась и привела она к последствиям печальным Я пострадала, и страна осталась без медали, ну, это, честно говоря, такая черная сторона А вы точно уверены? Потому что, вот, мне сказали про тренера, это как фамилия у нас? Муратов Муратов, не сказали, нет, Муратов только о результате думает Ну, это могут, наверное, говорить те, кто лично с этим не столкнулся У нас достаточно хорошая была форма, мы установили рекорд России на последнем кубке мира, предшествующим олимпийским играм Мы победили вообще на кубке мира, в принципе, обыграв и голландцев, голландов и Канаду мы обыграли И в итоге закончилось тем, что меня не поставили в состав на Олимпийские игры, а поставили девочку из города Коломна Но прописка в тот момент решила, все Муратов просто поставили перед таким фактом, ты должен поставить нашу девочку Ну, зачем? Его никто не должен был в такие условия ставить, вот сам в тот момент решал, так как он спортсмен из Коломна Ну, что тренерский состав посчитал мою физическую форму недостаточно подходящей для Олимпийских игр У девочек, которые проиграли Польшу в этот финале, значит, была достаточная форма? Видимо, да Что вы ответили? Хлопнули дверью? Нет, я пыталась добиваться своего участия, пыталась, чтобы не аргументировали Как? Ходили к президенту? Ну, президент федерации был, нет, был в Олимпийской деревне, мы с ним обсуждали Он на тот момент был вот только вновь избранным, да, не совсем разбирался в нашей всей этой кухне Конечно, и в какой-то момент уже и плакала, просила, говорю, ну, не губите хотя бы все Потому что, ну, говорю, как можно не допускать меня? Хорошо, ну, я же все сделала для того, чтобы команда завоевала очки Ведь надо понимать, что на протяжении сезона команда в Ванкувере, именно, это уже были изменения введены Набирала очки в течение сезона Отменили одну гонку, квалификационную так называемую, да И по количеству очков уже ставились команды по рейтингу, то есть первая команда ставилась с последней, вторая команда по очкам с предпоследней То есть начиналась вот такая сетка, да И мы достаточно хорошее количество очков набрали, чтобы не попасть и на сильную команду, не попасть и не вылететь В принципе, Польша была нормальная вариант Вот, и Польша была достаточно проходной вариант, но вот это вот решение тренерского состава я до сих пор как бы... А девочки, ваши партнерши по команде не пытались за вас просить, говорят, мы только с Катей побежим Вы знаете, там вообще произошла такая двойная, двойной абсурд, потому что помимо спортсменки из Коломны, которую поставили вместо меня Там стала, еще там в той командной гонке поставили участвовать еще одну спортсменку из Коломны, с которой у нас до этого произошел конфликт Но девочка сама по себе, как спортсменка хорошая, опытная была в командной гонке Но тонкость была в том, что на протяжении всего сезона она не выступила ни в одной командной гонке Какой бы человек опытной не был... Нет, она бегала индивидуальной дистанции с оглядкой на то, что ее поставят в командную гонку Но вы поймите, что воздушные гимнасты, да? Команда не сыгранная, я понимаю Они не могут выступить на высоте, если вы не привыкли хвататься за одни и те же руки в тот же момент, но это тонкий как бы момент В командной гонке все то же самое, если вы думаете, что можно поставить любых трех спортсменов, и они побегут и выиграют Это невозможно И факт от того, что вот она не выступала весь сезон, тоже сыграла злую шутку Потому что в том числе из-за этого отстала Галина Лихачева, которой пришлось это все догонять А вы смотрели этот забег? Нет, я не смотрела Специально не стали? Специально не стала Я узнала об этом по телефону, что они проиграли, мне по словам мой брат Если как спортсмен, сказать, что да Но если брать вот со стороны, с точки зрения спортсмена, обиды на страну, мне было очень грустно Потому что то, что мы сделали на протяжении всего сезона, оно было разрушено просто в одну минуту Отдали медаль? Да, вот просто взяли и отдали А Муратову потом что-то сказали? Ну что же вот было? Я, у меня не было возможности, но меня как спортсмена, понимаете, мало кто слушает Ведь поймите, это в футболе есть ответственность Мы же всегда слышим, в футболе или хоккее команда плохо выступила Вопросы к тренеру, меняется тренерский состав, задаются вопросы Никогда не задается вопросов игрокам, ну практически, да, вот как бы А в конькобежном спорте что? Кто-нибудь задал хоть один вопрос тренеру? Почему у вас так сформирован состав? Ну просто элементарно, что тренер ответил за свои решения Этого не принято, в конькобежном спорте принято сказать Да, этот психологически неустойчивый, а этот вообще был не готов Ну, в общем, вся вина как-то передается на спортсменов И я, в принципе, это говорила уже тогда на Олимпиаде в Ванкувере Потому что... Там была вообще сумасшедшая Олимпиада, потому что мы провалились по всем фронтам Хоккей, что-то собрали в биатлоне, где-то в лыжах неожиданно выстрелили Очень была такая... Ну, она началась, что-то говоря, трагически Да, гибель Грузинского Саночник Саночник Ванкувер, он изначально поверг в такое состояние Всех спортсменов, вот эта трагедия потом Вы бежали в Турине в трех забегах из четырех Только в полуфинале не участвовали против Германии Да Вас специально сняли, чтобы поберечь силы перед забегом за третье место? Потому что против немок, ну, фактически было ловить нечего Если только они не упали, конечно Там была у нас до последнего дилемма Дело в том, что финальный состав можно было узнать там, по-моему, за 20 минут до старта И мы очень долго, прям до последнего ждали, какой состав выставят немки Потому что у нас мнения разделились Тренер считал, он как бы предложил эту гонку, скажем так Пожертвовать Пожертвовать, да Чтобы силы совсем не тратить Но это при условии, если немки выставят сильный состав Давайте скажем, что забег за третье место был через 30 минут буквально После полуфинала Да, это было очень достаточно мало времени И мы ждали до последнего, какой состав выставят немки Потому что мы для себя решили Если состав будет не такой, как мы предполагали, не самый сильный То мы выйдем и будем бороться, да, по полной программе И поэтам тогда выступала бы я, и состав был бы другой Но когда немки, мы поняли, что они, в принципе, осознали, что с нами шутить нельзя И давать слабинку, они выставили сильнейший состав Секунд пять привезли Да, и приняли решение такой тактический ход Чтобы первые три круга пытаемся, как бы девочки пытались бороться Но в ходе борьбы стало понятно, что не превзойти И тренер дал сигнал, что, в принципе, отпустить, докатить, сохранить силы Если бы вот за бег за третье место японка не упала, вы все равно выиграли? Мы бы выиграли, честно говоря, мне даже немножко жалко, что она упала Потому что очень часто теперь задается вопрос Ну, наверное, бы вы не выиграли, если бы она не упала А, то есть я уже, наверное, сто первые, да? Да, и мне обидно, потому что в чем суть? У нас были разные тактики бега То есть мы всегда начинали бег достаточно на высоком уровне И держали его до конца Чтобы бороться с нами, японкам тоже пришлось начать бег на высоком уровне Но особенность-то в чем? Что они никогда на протяжении всего сезона этот уровень, темп этот не додерживали И, в принципе, если бы она не упала, это бы все само по себе так и разрешилось Мы бы последними этими двумя кругами просто спокойно выиграли Но вы сами понимаете, что сильные спортсмены практически никогда не падают от бессилия в ногах Только если зацепился или еще что-то Но доказывайте, что каждому же не будешь, да мы бы выиграли, она упала Мы вам верим, мы вам верим Поэтому, честно говоря, мне даже обидно, что вот не получилось вот прям такой вот победы Вот прям с боем А у вас были вот такие обидные падения? Это был европейский, нет, юниорский чемпионат Европы И мне очень-очень хотелось выполнить норматив на мастер спорта международного класса И была весна, и была хорошая погода, и был открытый каток искусственный Но это изгубило, потому что мы со своим тренером личным Санкт-Петербурга, Любовь Васильевна Никулина, которая, к сожалению, недавно нас покинула Проработали план, составили график, как я должна пробежать стола с 200 метров до финиша Это где было? Это было в Германии, я уже сейчас даже город не вспомню, было давно График, прям вот все идеально 200 метров до финиша Солнечный день, и он мне сыграл злую шутку, потому что он подтопил лед, и на льду был такой стык Я туда попадаю коньком, лед как бы проваливается И я еще 50 метров вот так гордо на животе докатываюсь до поворотов Вся совершенно мокрая, конечно, никакого норматива я не выполнила Мне разрешили перебежку, что надо отдать должное Я стала тогда вторая, но мастера спорта международного класса я тогда не выполнила В целом не выполнили? Да Как вы отмечали вот ту бронзу в командной гонке? Ведь у вас еще было впереди два личных забега на тысячу, тысячу пятьсот Мы, честно говоря, так вот сильно ее... Прыгали, подкидывали тренера, я не знаю Нет, мы тренера пожалели Нет, мы пошли, мы были в русском доме Мы посидели, там были гости, там был концерт в честь олимпийцев, кто в этот день завоевал Нет, был Сюткин, пел нам очень хорошие песни, все было мирно Но возможности расслабиться не было, потому что через несколько дней было полтора километра дистанция Потом еще через несколько дней тысяча метров То есть даже там глоток шампанского? Нет, мы даже свои медали, у нас есть фотография, мы в таком большом кубке каком-то или в чем-то такой чаше Свои медали так опустили, но там было налито фанта или что-то У нас такие лепкие ленточки потом были безумные, их пришлось стирать, потому что носить было невозможно То есть как бы отпраздновали, но так скромненько Большой был призовой фонд, много заплатили? Честно говоря, мы в тот момент даже не думали, сколько нам заплатят Мы никогда, лично я никогда и не знала, сколько заплатят То есть вы ехали и не оговаривали, да? Да ну вы что? Брон за 800, это 1000? Нет, никогда даже об этом и не знали, никогда об этом не думали Ведь говорят же, что олимпиады для спортсменов возможность заработать Ну не футболистов-хоккеистов, а таких попроще Нет, наверное, подсознательно, я уже сейчас вам точно и скажу Я, наверное, понимала, что за это что-то заплатят Но сколько за это заплатят, я даже предположить не могла И сколько в итоге? Ну сумма не такая большая, как вы думаете, за третье место мне заплатили 300 тысяч А мы купили дачный участок До сих пор он у вас? Да, до сих пор он у нас Поэтому ну так понемножку где-то, где-то, может быть, куда-то сходили Честно говоря, такой был немножко шок, когда вставляли карточку в банкомат Надо понимать, что просто на Олимпийские игры я уезжала спортсменом, которого содержали родители Да, почему? Я не получала зарплаты никакие ни от Санкт-Петербурга В течение какого времени вот вы так жили? Вплоть до поездки на Олимпиаду Нет, сколько лет? Всю свою спортивную карьеру У меня не было никаких контрактов, у меня ничего такого не было То есть вы на тот момент еще не были замужем? Нет, я вам скажу, у меня сувениры толком не на что было купить в Турине, в Олимпийской деревне То есть там какие-то доходы были Мне мама с папой содержали И когда там я жила на 3 тысячи в месяц, надо понимать, да? Ну да, конечно, на сборах нам оплачивали питание, какие-то суточные давали Но это все, что можно было себе позволить И когда ты привык видеть в банкомате сумму 3 тысячи рублей Мы тогда с мужем с моим подошли Да, такие, ну там сколько, потому что на что-то мы хотели снять Распечатали чек, и так вот с ним двоем стоим Смотрим, о, 30 тысяч, вот такие Нет, это не 30 тысяч, стали считать нули Ну слушайте, да смешно, мы до сих пор вспоминаем эту ситуацию Потому что мы действительно были вот люди, которые никогда не задумывались, что за это будет А тем более сколько будет Вот мы сейчас идем как раз к катку, да, которую скоро зальют Какие критерии и скопы должны быть на улице, чтобы вы уже заливали? Вот здесь даже больше играет ночная температура А, то есть сколько она должна опуститься? Ну, 0, минус 1, вот как сейчас, уже хорошо Поэтому мы еще буквально в течение там 3-4 дней подождем Посмотрите, первые вообще тренировки начнутся не раньше, допустим, числа 20-го Потому что это достаточно сложный процесс Мы остужать плиту, потом мы будем наливать определенный слой Потому что на слой 1,5 см потом прокладывается дублирующая разметка Вот здесь вот она у нас нарисована Не так, просто вылил воды Нет, нет, у нас же все по международному стандарту В принципе, наш каток, он сертифицированный Он может проводить и международные соревнования А вообще в этом году, насколько я помню, запланирован Кубок России Слушайте, ну вот тут есть крыша, но каток на улице До какой температуры тут можно соревноваться? Ну сколько? Минус 20, минус 25 Слушайте, по стандартам, я помню своих еще детских вот забегов Это был город Екатеринбург нынешний, да? У нас отменили один этап Кубка страны По-моему, было минус 32 32, ну все-таки перебор, да? Что-то вот где-то вот тут, было холодновато уже А так, вы сами понимаете, минус 32 Санкт-Петербург Ну это практически две невозможные вещи Вопрос, без которого нельзя делать интервью Что вы не поделились с Екатериной Лобышой? Ну это классика жанра Я слышал очень много разных версий Слышал очень много разных обстоятельств, что тогда произошло Что вы не поделились все-таки? Ваша была одна общая цель, выиграть Кубок мира в командный гол Вы знаете, цель была одна Почему-то Екатерине в один прекрасный момент показалось, что она Ну немножко чуть выше, чем от остальные А чем, как она это давала понять? Ну, я не могу, что вообще конкретно здесь пример приводить Но вы же всегда поймете, когда человек над вами проявляет доминирование Да, в каких-то вещах в работе, да? Не имея на то, в принципе, никаких оснований Так, ну вы терпели, терпели Здесь было все ровно то же самое, да Ну, чаша такая перевесилась она Поэтому здесь, честно сказать, даже моей вины-то особо как бы не было Потому что даже на... Часово не было вина, вам дали годичные дисквалификации Вот в этом-то все интересно, причем потому что на исполкоме, который проводил разбирательство Екатерина Лобышу встала, сказала, извините, да, я начала драку Ну, было все по-женски, одна другая за волосы Это была, к сожалению, я, да Мне, конечно, пришлось дать сдачи под щечину Как это, господи, называется? Под щечину Под щечину, я уже забыла, как это называется По-женски, да, под щечину за волосы Вы понимаете, ну такая потасовка была, да Причем, как бы она публично призналась на исполкоме, что да, извините, начала драку, там все, я Ну, дисквалификации дали мне То есть вы защищались, а вас еще дисквалифицировали? Да, да, человек прошел через всю раздевалку, встал со своего места, дошел до меня Схватил меня за волосы, то есть начал, как бы, драку То есть что-то у вас было дали такой-то разговор, да? Ну разговор, конечно, была перепалка такая словесная А почему дали дисквалификацию мне? Ну, из таких кругов, приближенных ко всей этой ситуации У Санкт-Петербурга просто не было рычагов, чем давить У Коломна был рычаг-каток А, то есть дисквалифицируете Лобышева, не пустим на каток Абсолютно точно А вот ваш тренер Любовь Никулина сказала, что вы были тут момент неадекватной Это как понимать? Ну, Любовь Васильевна, может, в какой-то мере хотела меня оправдать Да все, мы были адекватные Но когда, понимаете, ситуация накаляется Ты же не будешь сидеть и ждать, когда тебе выбьют зубы В конце концов Любой человек стал бы защищаться Но я не понимаю тогда, знаете, почему тренер довел до такого? Ведь, ну хорошо, выиграли бы вот этот Кубок Мира И потом деритесь сколько хотите Хоть там я не знаю Нет, я при чем, вы же должны понимать Во-первых, мне было бы, конечно, в тот момент очень сложно выйти бы на старт Потому что когда тебя хватает еще за горло Это было непосредственно перед стартом? Да, в раздевалке было, да, часа за два до старта было Когда ты получаешь, в принципе, практически травму дыхательных путей Да, тебе выступать Ну, как спортсмен, который получает нагрузку С травмой вот здесь вот Я все равно была готова выйти на старт Я сказала, хорошо Потому что Екатерина стала преподносить, что я очень нехороший, меркантильный человек Все сходилось к деньгам Ну, в общем, очень такая нелепая, глупая ситуация Я говорю, хорошо, я согласна выйти на старт Пускай она извинится сейчас за свои действия Извинения не последовало Зато во всех интервью Екатерина сказала, что я подвела, что это была ее там зарплата Ну, если вы можете поднять историю, все ее интервью пересмотреть Ни в одном интервью она сказала, что ей очень жаль, что мы не выиграли Кубок мира Что мы вообще столько сил потратили Кубок мира, что же на деньги были призовые какие-то? Ну, наверное, об этом мы не узнаем Что мы там потратили столько сил, эмоций там, а все Там все интервью только про деньги Ну, потом вы как-то помирились, нет? Выхода не было, мы не помирились, мы не общались и не общаемся Ну, сейчас у нас уже нету повода А на Олимпиаде в Туре они уже вместе выигрывали? Это было до Ну, там было нормальные еще отношения? Нет Тоже уже, да? Да, было все Но там терпели Напряженно было, натяженно так все Ну, терпели, ну, вот, наверное, пока терпения хватало, все это как-то сглаживалось Я вообще не ожидала, что один человек может подойти к другому И, в принципе, от словесной перепалки перейти к драке Ну, я понимаю, мы все не ангелы, мы все можем друг другу ответить, но это слова Но когда начинаются такие вещи, у меня это было шоком Вот мы сейчас, видите, поднимаемся наверх над катком, видите, Екатерина надела жилеточку, потому что немножко прохладно Не минус, конечно, 32, но все равно уже, да Сезон ближе уже к выступлению на коньках, чем на пляже Зима будет, да? Да Хотел вас спросить, все-таки, вот, вы сказали, что не мать героиня, еще планируете дальше еще? Шестой ребенок, седьмой Как-то есть планы? Вот, знаете, Макану, первое, шесть детей Сложный, понимаете ли Повторить ее результаты Вопрос такой, мы не стремимся к рекордам, мы живем, ну, вот, как вот, жизнь, она так складывается, мы, в принципе, по ходу принимаем решения Наверное, вот, с точки зрения эмоциональной нагрузки, мы с супругом приняли решение, что это какой-то предел, да Ну, вы же понимаете, что если хочешь насмешить Бога, да, расскажи ему о своих планах, как говорится, да, поэтому, ну, пока так живем Если какие-то там другие планы уже по жизни на нас, по судьбе, ну, будет, значит, и шестой, ну, как Седьмой Ну, у каждого человека своего предназначения в этой жизни Это безусловно Если ему что-то дается, он просто должен это выполнять, не более того Ну, кстати, я вспомнил жену Симака, да, у которой там шесть детей, и еще седьмой, вот, седьмую девочку они взяли, Сергеем Ну, она, почему убежденно, веганка, даже не вегетарианка, веганка, это смузи из киви, тофу, омлет, кукурма, даже зачитай, потому что я не запомню все равно Кукурузные спагетти Вы не отказывались от мяса? Нет, у меня был такой опыт Был, и причем он Когда вы были спортсменкой еще? Да, у меня был такой опыт А это не вредно спортсмену без мяса, нет? Ну, как показала практика, не вредно, потому что это было в летний период подготовки перед турином Вот почему-то после какой-то очень вреднючей передачи про свинину я решила, что и правда, какая неимоверная гадость и вред Поэтому на всех сборах, в столовой, то есть вместо мяса мне там приносили Но я не отказывалась от курицы и от рыбы, надо понимать, только вот от свинины, да Но свинину я не ел, но курицу, как правило, давали редко То есть рыбы мне заменяли, что, наверное, больше, чем полгода я так протянула А ваши дети занимаются коньками? Занимаются Конькобежным или именно? Нет, конькобежным, у меня вот старшая, ей будет в декабре 9 лет, она занимается конькобежным спортом, она в спортшколе Нельзя сказать, что ты обязан повторить или меня превзойти Мы каждый индивидуальный человек, но то, что они все будут уметь на коньках кататься, это однозначно Дальше у них как судьба сложится Субтитры сделал DimaTorzok